В этом году введены новые меры поддержки. Это грант. Семь школ на данный момент уже подали заявки, мы отправили их в Минобор. И 198 педагогов у нас подали заявление на компенсацию аренды жилья. Теперь компенсировать аренду жилья будут и воспитателям дошкольных учреждений. Кроме того, остро стоит вопрос транспортной доступности и компенсации проезда на общественном транспорте. Там, где идет перемещение между школами и сложная транспортная доступность, компенсация проезда общественным транспортом. Еще один способ максимально эффективно закрыть вакансии – Центр карьерного развития. Поступают запросы из любых организаций педагогических, и на их запросы отправляются непосредственно в эти школы уже резюме тех педагогов, которые они запрашивали. Очень востребована переподготовка специалистов без педобразования. Партнерство с вузами также налажено. Активно привлекаются кадры из других регионов. Мы стали базовой школой Московского педагогического государственного университета. Прежде всего, это возможность принимать из числа выпускников. Но точно так же здесь возможность и уже своих педагогов. У нас есть студенты, которые заканчивают. Вот они пошли по целевому обучению, и они уже в следующем году готовы тоже выйти, будучи студентами четвертого курса. В этом году откроется несколько новых образовательных учреждений. Детский сад номер 88 в Перхушково, школы в Немчиновке, Горка-2 и в микрорайоне Восточный в Звенигороде. С комплектованием кадрами этих учебных заведений проблем нет. Станислав Трифонов, Калина Яряшева, телекомпания Одинцова.